3 марта во Дворце культуры Пролетарка состоялся финал конкурса «Краса в погонах». На сцене блистали 10 участниц, представлявших Федеральную службу охраны в Центральном федеральном округе, региональные управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную налоговую службу и Военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова. Задача определить победительницу, оценив творческие способности девушек, была возложена на жюри под председательством главного федерального инспектора по Тверской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Жукова. Финалу предшествовали соревнования в стрельбе из стабильного оружия и сдача нормативов по физической подготовке. По итогам первого этапа самой меткой стала Анна Мельник, представляющая ОМВД, а самой спортивной Наталья Косинцева, Управление Федеральной налоговой службы. «Мы сотрудники полиции всегда стреляем, и раз в неделю занятия, поэтому всё хорошо». Каждое появление на сцене участниц конкурса от первого дефиле в военной форме до выхода в вечерних платьях сопровождалось бурной поддержкой многочисленных болельщиков. Несмотря на то, что финал был праздничным и приурочен к Международному женскому дню, со сцены звучало немало слов поддержки военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации, выполняющим задачи в рамках специальной военной операции. Почётный гость конкурса, основатель Тверского волонтёрского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина пообещала передать во время предстоящей поездки на Донбасс письма, написанные участницами конкурса российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Неожиданным, но очень приятным сюрпризом для девушек стало обращение к ним с экрана тех, кому они антрисовали свои послания. Решением жюри второй вице-мисс «Краса в погонах-2023» стала Елена Гончарова, управление Федеральной службы исполнения наказаний Тверской области, первый вице-мисс Ирина Крылова, управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Центральном федеральном округе, диадему-победительницы конкурса «Краса в погонах-2023» Юлия Лебедевой, представляющей Главное управление МЧС России по Тверской области, вручила Елена Скороходина, ставшая лучшей в 2018 году. В Главное управление я пришла служить в 2018 году. Тогда моего мужа перевели служить в Тверскую область. Я пришла на гражданскую должность, но мне захотелось стать частичкой службы мужа, поэтому я и одела погоны. Для каждой из конкурсанток нашелся свой титул, подтверждающий статус «самый-самый». К сожалению, пока такое мероприятие проводится не ежегодно, а раз в пять лет.